Студенческий чемпионат мира стал не только спортивным состязанием, но и экзаменом на профессиональную пригодность для всех служб, которые принимали участие в подготовке к этому мероприятию. Тем паче, что Минская регата проходила сразу же после чемпионата мира в Москве, где принимающей стороной были заданы просто высочайшие стандарты. Понятно, что студенческий мировой форум априори уступает абсолютному чемпионату мира, но право, вряд ли кто из зрителей посчитает время, проведенное на грибном канале Заславли, потеряно. На самом деле я очень благодарна нашим грибцам, тренерам нашим, которые пригласили нас посетить это мероприятие. Я впервые на чемпионате мира. Я знаю, что они проходят по разным видам спорта, но в Республике Беларусь вот эта категория на байдарках и канои была первый раз этот чемпионат мира. Мне очень понравилась обстановка, которая царила там. Вторым положительным моментом, на мой взгляд, является то, что там присутствовали представители власти государственной. Все-таки присутствие трех министров на таком мероприятии говорит о том, что это мероприятие довольно значимое для нашей страны. И оно значимое с точки зрения поддержки физкультуры и спорта у нашего населения. Второй момент, третий момент, который бы я отметила, я обратила внимание, что среди зрителей, среди болельщиков очень было много молодежи. И было много семейных людей. То есть мама, папа, ребенок, мама, папа, ребенок. Многие меньшане посетили это мероприятие. На финалы этого студенческого чемпионата мира из Мозыри прибыл целый автобус с болельщиками, основу которых составляли школьники. И было приятно наблюдать, как они переживали за всех без исключения спортсменов. Хотя, конечно, белорусские гребцы были у полейских любителей гребли в фаворе. Переполняли нас эмоции. Вы знаете, я уже давно так не болела, переживала. И казалось, чем больше ты эмоций дашь на трибунах, тем лучше выступят наши спортсмены. И вот, находясь там, на нашем чемпионате мира, я поняла одну простую вещь, что действительно спорт объединяет людей. На трибунах сидели меньшане, сидели гомельчане, сидели из Рогачева. Ну, разные люди. И мы были в этот момент одной семьей, одним целым. Еще очень интересно на чемпионате мира, что мне понравилось, после того, как спортсмены получали результаты свои, проходила церемония награждения после каждого заезда. И мы, зрители, которые присутствовали, видели четко всех победителей. Видели и слезы радости, и слезы огорчения на пьедестале почета. Но самым счастливым для меня было то, что наша страна получила 20 медалей и 13 из них золотых. Это, на мой взгляд, это колоссальный результат. Показательно, что почти ко всем наградам белорусских студентов на чемпионате мира оказались причастны мазырями. И в этом большая заслуга как университета имени Ивана Шамякина, где учатся наши спортивные герои, так и отдел образования, спорта и туризма Музырского райисполкома, который не жалеет времени и сил для развития такой важной и популярной в народе отрасли, как спорт и физкультура. Я гордилась тем, что среди спортсменов, наверное, процентов 60 результатов дали наши мозырские девочки и молодые люди, гребцы. И мы сегодня, я знаю этих детей как бывших учеников, они сегодня студенты первых, там вторых курсов были школьники, и когда приходил ребёнок и показывал эту золотую медаль с улыбкой на лице, мы были все вместе счастливы, окружали их, говорили слова радости и так далее. И вы знаете, что вот такие выступления, такое присутствие, когда дети видят такие вещи, оно воспитывает людей, оно даёт ориентир на здоровый образ жизни. И знаете, на что я ещё обратила внимание? Я посмотрела, как выглядят спортсмены. Внешний вид молодых людей, девушек, все стройные, все подтянутые, все мускулистые, красивые молодые тела. Вот понимаете, вот это море, этот заливчик наш, красивый этот канал, солнце. И вы знаете, это действительно является примером лучше всяких слов о вреде курения, о переедании и так далее. Вот это было показательным примером, когда они брали лодку на свои руки, поднимали на плечи, мышцы играли. И вот все зрители замечали, насколько физическая сильная подготовка у наших грибцов. И действительно, мы гордились своей страной в этот момент. Вы знаете, что заметила я, как дружественно дети и спортсмены из разных стран друг к другу обращались, переживали друг за другом, поддерживали. Вот это рождает дружбу между народами. Поэтому, на мой взгляд, мое посещение этого чемпионата мира, и как человека, и как начальника отдела образования, спорта и туризма, оно сыграет определенную роль даже в моем мировоззрении и в моей будущей работе. Некоторые вещи мне захотелось сделать вот на таком уровне, как проходил чемпионат мира. Зная профессиональные качества Любови Степановны, можно не сомневаться, что все лучшее, что было на чемпионате мира в плане организации, будет использовано и на наших районных состязаниях. Впрочем, о соревнованиях районного масштаба, а также целях и задачах мудрского спорта на сезон 2014-2015 мы поговорим с Глебчуковой на следующей неделе, в канун традиционного начала сезона, 1 сентября.